Готовь трубы летом. В Карачаево приступили к профилактическим работам на сетях теплоснабжения. За короткое северное лето их необходимо промыть, оценить состояние запорной арматуры и починить аварийные участки. Подробности в сюжете. В регулярном уходе нуждаются все. Не являются исключением и системы отопления. Для полноценного обмена теплом требуются чистые трубы. Их промывка ежегодно заняты специалисты коммунального хозяйства. В этом году им предстоит промыть систему, которая отапливает более 400 домов. За долгую зиму в металлических трубах собирается ржавчина и осадок. От этой грязи необходимо избавляться. На страже чистоты стальных артерий вот уже десяток лет стоит рефаз Зинуров. За это время он изучил и механизмы теплоснабжения, и методы сохранности труб. Создаем давление до 6 атмосфер, потом включаем компрессор. Компрессором вот это все отопление промываем, мутим, потом сливаем, каждый стояк отдельно смываем. Теплоузли сперва сливаем, потом пошли подставика. Чтобы создать давление, к системе отопления подключается компрессор. Он словно миксер смешивает ржавчину, окалины и воду. После чего следы коррозии сливаются через спускное отверстие. Теперь по чистым трубам беспрепятственно будет бежать горячая вода. В лютый мороз своей энергией она согреет каждый регистр. В связи с тем, что проводится промывка, у нас есть особое пожелание жильцам, чтобы все работы, которые они производят на системе отопления, согласовывали с управляющей компанией. И по возможности закрывали свои дренажные устройства, потому что возможно утечка, чтобы не было утечки в квартирах. Следующим этапом в работе управляющей компании станет промывка системы водоснабжения. В период этих манипуляций возможно ухудшение качества воды. Однако это явление кратковременное. Зато профилактика обеспечит бесперебойное снабжение в будущем. Ольга Полякова, Юлия Волоснова, Богдан Жиделев. Служба новостей «Импульс» при поддержке телестудия «Контраст».